Добрый день! 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 собственнику показывал. У нас есть целая презентация. Эволюция ярмарочной деятельности. Я не буду приводить в пример ярмарку на площади Семеновской в Москве. Но это некий идеал, мы понимаем. Как это должно быть организовано. Ее Собянин сам открывал. Поэтому вот примерно что-то должно быть в современных конструкциях. Понимаете, вот когда даже говорить о форматах нестационарной торговли, прокуратура у нас немножко по правилам. Мы не имеем права требовать, но рекомендовать. Я всегда говорю, современный формат. Мы живем уже в 2018 году, готовимся к 2019 и размышлять форматами переходного периода. На самом деле считаем, что как раз мы отвечающие за торговлю, за развитие торговли должны рекомендовать и говорить бизнесу, как должно быть современно. Поэтому мы отозвали разрешение на эти ярмарки. Считаем это несанкционированной торговлей. Поэтому сейчас проходят рейды. То же самое, как мы всю осень перекупов гонялись наших улиц. Милицейской, Розелью Симбург. Поэтому мы считаем, что это несанкционированная торговля. И предпринимателям будут выписаны постановления на штраф согласно правил внешнего благоустройства от 3 до 5 тысяч. Александр Алексеевич, давайте поясним. Вы сказали глагол «отозвали». Когда разрешение это выдавалось данному предпринимателю и предпринимателям на тот момент, соответствие было полное? Что изменилось-то? Разрешение на ярмарочную деятельность мы выдаем ежегодно. Оно не какое-то долгосрочное. То есть есть закон Кировской области ярмарочной деятельности, и мы его выдаем ежегодно. То есть, соответственно, этой площадке, этим площадкам в 2017 году получается, да? Да, в конце 2017 года мы выдаем. Ну и тогда, просто я вспоминаю, что с большим убеждением, что опять же давайте будем понимать там самозанятость, предприниматели, и были четкие гарантии собственников, что мы что-то изменим. Ничего не изменилось. То есть, когда они получали лицензию, они говорили, что мы будем менять, приводить более современный вид. Это я вам, как говорится, гарантированно заявляю, что был разговор в администрации города. Были такие речи лучше. Да, был разговор о разработке. Опять же, я вот эту эволюцию развития ярмарочной деятельности презентовал. Были обещания в изменении формата этих площадок. Ну, со стороны администрации, с вашей стороны, это опять-таки рекомендации были, да? То есть вы не могли настаивать? Или как? Нет, но они могли настаивать на самом деле. Ну, они приняли эти рекомендации. Норма благоустройства. Наша логика. А, и второе, если я не очень разбираюсь в этих всех юридических земельных вещах, насколько я понимаю, что разрешенное использование земельного участка под капитальное строение. А, то есть торговли там вообще, в принципе, не должно быть? Вообще не должно быть. Поэтому либо стройте дома, либо меняйте использование земельного участка. Ну, что-то делайте. Ну, вот в этом формате, ну, правда, устарело. И если там, ну, не знаю, сделать опрос, кто когда был на ярмарке на Екатерины Кочкиной 3, что-нибудь приобретали, какой формат, удовлетворены ли качеством там продукции, либо еще чего-то. Вот если опять к Комсомольской площади возвращаться, местные жители на Комсомольской площади, дорожного вокзала, не ходили на ту ярмарку. Ну, они лично мне говорили. Вот нас тут обешивали, там продукты всегда были некачественные. Ну, там рядом с вокзалом, там все приезжие. Да, да. То есть, вот, ну, там был свой контингент и своя востребованность. А сами жители, которые там проживали, вот поэтому даже интересно, все равно ведь мы говорим, что у нас есть зонирование города, доступность торговли ближе к людям. Жители юго-западного района посещают эту ярмарку, либо нет. Но, откровенно сказать, что визуально, сколько я был на ней, она практически полупустая всегда. То есть, вопрос вот такой возникает. Вот сейчас эта ярмарка, вроде бы, объявили, что должна закрыться, но она продолжает работу в обе эти ярмарки, да? Что будете делать с ней? Подождите, не бегите так. Почему? Не торопитесь. А что ты еще не понял? Я не допонял все-таки, на каком основании это, что не соответствует, да? У нас правила внешнего благоустройства изменились с этим или с чем? То есть, почему вы в этом году отзываете, а еще, а не еще раз там настаиваете и не даете время на подумать? То есть, почему такое вот жесткое решение? Отзыв. Единственное, еще раз, было требование устранить недостатки, был земельный контроль. Ну, вы знаете, что у нас создана новая структура административно-техническая инспекция. В администрации. В администрации, да. В администрации, да. В областном центре, да. Который весь функционал проверить соответствие, несоответствие. Вот. И как раз эта служба проверила, могу сказать, что там это не единичный нарушение земельного контроля, как несоответствие разрешенному использованию там, по-моему, на муниципальную землю. Ну, там. Тоже претензии, да? Что-то, да. Вот еще раз говорю, в чем не очень разбираюсь, не буду комментировать. Поэтому администрация вправе, вправе отозвать свое постановление. Оно его выдает, оно его и забирает. Поэтому прошел год, практически там 8 месяцев до августа месяца. Ничего не сделано, никаких, ну, даже что ли, движений в этом направлении. Если же, вот, откровенно сказать, вернуться к Воровского 57-59, Сытный двор, да? Ну, между Росинкой, соответственно, и Европейский двор. Да, посмотрите по внешнему. Два НТО по быстро деньгам. Ну, вейп, ну, это еще... Там кафешка какая-то, кофейня тут и так далее. Ну, общепит там, да. Кофе общепит. Но два... Ну, это что, ярмарка? Извините, отношение, вот, мое личное, я уже вам говорил, к микрофинансовым организациям, которые пользуются на экономической отсталости многих людей, да? Ну, у меня категорически отрицательно. Выяснили, да? Вот, то есть, вот, та структура в администрации, которая появилась, вот эта административно-техническая, она четко, четко следит за соблюдением законов, и здесь основание, самое главное, это несоответствие земельного участка его эксплуатации, да, назначению него. Да, назначение его, да, строительство, а тут торговля. И это все жесткое нарушение, администрация реагирует четко, понятно, нельзя. Да, и видите здесь, какой нюанс, администрация как раз выписывает постановление непосредственным предпринимателям, которые нарушают правила внешнего благоустройства. А, то есть, не на какого-то одного... Не, ООС «Итный двор», кто является оператором, это пусть они, ну, мы в правовом управлении, я в департаменте себя интересовался, пусть уже сейчас предприниматели спрашивают, на каком основании там ввели в заблуждение, либо еще чего-то, и составлены некие договоры. То есть, у них договоры с «Итным двором» предпринимателей, да? И получается так, что вы-то сейчас будете накладывать санкции на предпринимателей, а не на ООО «Итный двор». акционированной торговли от трех до пяти тысяч рублей. И это можно хоть каждый день накладывать, да? То есть, в месяц пять тысяч рублей, ну, считай, 150 тысяч. Ну, это я беру по максимальной планке, по верхней. Я думаю, что там раньше спрыгнут люди. Так. Если это пойдет, на самом деле, так вот. И все-таки хочется понять, что дальше-то будет, Александр Ильич, как будет ситуация развиваться. Вот вы именно этим, вы и ваши коллеги этим путем пойдете накладывания штрафов и, собственно... Да, ведь не цель накладывать штрафы, еще раз, с точки зрения развития торговли, потребительского рынка, когда мы говорим, и сейчас, скажем так, будущее опять со местными производителями, за фермерскими товарами, продукцией. То есть, вот лично я бы хотел увидеть современный фермерский рынок. Здесь, на этом месте. Если он востребован. Ну, сразу хочу сказать. А он востребован вообще? Изучалось? Изучалась какая-то статистика? Вот это второй вопрос. Естественно, мы мониторим объем продаж на наших ярмарках и, к сожалению, я имею в виду ярмарки выходного дня. Востребованность жителями покупка продукции на этих ярмарках, она сокращается. Здесь идет ведь обоюдный процесс. Не ходят покупатели, продавцы не встают. Продавцы не предлагают свои услуги, не ходят покупатели. Поэтому процесс, он, как я его называл, сдувался. То есть, вот ярмарки, он сужался, сужается, сужается. Ну, до какого периода? До какого? Еще же раз там. Если это одна сторона экономическая составляющая, да, и тут, естественно, нужно современный маркетинг, исследовать рынок и ниши. Еще раз говорю, что если брать даже, ну, более богатые регионы, как Москва, либо еще чего-то, это сейчас даже говорить, если о различных площадках, раньше были якорные арендаторы, это торговая сеть, сейчас фермерские рынки. Это востребовано. И мы понимаем, что многие следят за своим здоровьем, здоровое питание, экологические продукты. И я считаю, что это востребовано. Но должны быть современные форматы красивой торговли. Как мы будем с вами говорить о некоем новогоднем убранстве города, хорошее настроение, так же вот все красивые современные объекты, они создают эту атмосферу. Мне туда хочется идти и купить продукцию. Если это ржавая, грязная, непонятная, неопрятный продавец, без сертификата качества, я не буду покупать эту продукцию. А, то есть еще и с документами проблемы были? Или вы так, для примера это просто привели? Это для примера. А нарушения со стороны Светлого двора были какие-то раньше? Жалобы на качество продукции, на обвес, не знаю, тот же? С точки зрения закона мы с вами уже разбирали, что у нас сейчас по законодательству требуется наличие кассовых аппаратов. И в 2018 году кассовые аппараты обязательно должны быть у тех, у кого есть наемные работники. Если ты самозанят, работаешь на себя, то в 2018 год. Поэтому вот здесь давайте дальше не пойдем. Хорошо. И все-таки еще хочется понять, позиция администрации принципиальна по этому вопросу. Раз отозвали, отозвали. Вы будете добиваться того, чтобы не было этих торговых точек на указанных местах. Так, еще раз, было предложено и неоднократно, и прошло время хотя бы предоставить какие-то стратегические планы развития этих площадок. Пока позиция, она довольно проста. Если земля под дом, строй дом. Если там, по-моему, дом, а там торговый офисный центр, на Кочкиной торговый офисный центр. Здесь, по-моему, жилой дом даже, в Росково 57-59. Вот. Вот и все. Хорошо. Александр Сидельников, начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации нашего города. У нас пауза и скоро продолжим. Продолжаем наш разговор. Сегодня у нас в гостях Александр Сидельников, начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Кирова. Тема у нас была такая радостная, заявлено, да, новогоднее убранство. Ну, давайте сейчас к ней перейдем. Первые 10 минут мы говорили о гораздо более таких, скажем так, неновогодних вещах, к сожалению. Но будем надеяться, что к Новому году и эта точка все-таки перестанет мозолить нам глаза, да? Так скажем. Она будет праздничная. Да, да. Я бы другой терминологий использовал, что будет решение найдено, которое максимально устроит всех. Устроит все стороны, да. Так, ну что, давайте перейдем на лучшее новогоднее оформление прилегающей территории, лучшее новогоднее оформление фасада, витрины предприятий, лучший новогодний проект. Это я все говорю о номинациях, которые будут присутствовать в рамках городского конкурса, да? Конкурс среди предприятий. Он традиционный, он объявляется ежегодно. Не успеем о глинецах, Новый год придет. Вот, поэтому вот такая тема. Посмотри, уже елки стоят. Мы в декабре уже месяц находимся. Так, что сейчас вот на данном этапе вами, управлением, которым вы руководите, предпринимается? И сейчас можете прям донести до, собственно, целевой аудитории, до предпринимателей, до владельцев всевозможных точек информации, да? И пригласить их к участию. Хорошо. Мы все жители нашего города и должны понимать, что праздничное настроение, особенно новогоднее, это такой необычный, радостный для всех праздник, создается именно атмосферой, убранством. Ну, все же мы елочку ставим у себя в квартире, какой-то мишурой. Поэтому мы считаем, и здесь ведь обоюдное движение навстречу друг другу, чтобы наш город был красиво украшен, создал новогоднюю атмосферу именно фасадами, прилегающими территориями, витринами именно предприятий торговли. И ежегодно мы объявляем конкурс на лучшую новогоднюю витрину, прилегающую территорию, выявляем лучших, ну и награждаем грамотами, стимулируем для этого. К сожалению, часто приходится самому говорить с собственниками маленького бизнеса, с крупными попроще, которые говорят, нет средств, ну все плохо, кризис, еще что-то. Всегда удивляюсь, ну сколько уж нужно потратить средств, если у тебя небольшой магазинчик, украсить, ведь мы предлагаем... Не, ну смотри, как украсить, конечно. Ну, естественно, мы предлагаем, ну допустим, может какой-нибудь малую скульптуру, снеговичка, либо какие-то... Снеговичка-то вылепить, конечно, средств надо, ой, как много. Входную группу как-то оформить. Входную группу, какой-то мишурой, ну, конечно, и различные сейчас светодиодные стоят не таких уж прямо денег. Все зависит от желания, либо от самого понимания, даже иногда настроения предпринимателя. То есть полностью вы... Тем более, Александр Васильевич, слушайте, ведь это же Новый год, он каждый год бывает. Конечно. Не надо покупать всякие разы. То есть полностью это свобода мысли, свобода фантазии конкретного предпринимателя. Никаких типовых предложений у управления нету или есть все-таки? Есть. Есть. Не совсем так, как вы сказали. И вот здесь, опять же, говорю, что об обоюдном движении часто бизнес говорит, хорошо, я готов украсить. Скажите, как? Как, в чем, вот, ну, не знаю, не работает в этом направлении мысль какая-то творческая. Или работает, но все банально там. Гирляндочка, еще что-то. В администрации города разработан стандарт украшения новогодних витрин и иллюминаций. Он размещен на сайте города. В этом году выбрано два направления. Это наша дымка и кукарские кружева. Он каждый год новый, да? Ну, вот в этом году вот была поставлена руководителями задача и был разработан некий стандарт. Нет, но вопрос такой. Если я под этот стандарт, может быть, не хочу, может, я скромнее хочу, меня за это не... Конечно, нет. Нет, не работает. Но сразу хочу сказать, что при подведении итогов мы именно и вводим один из приоритетов... Предложенную тематику. Да, предложенную тематику. Естественно, нам бы хотелось, чтобы город был оформлен в каком-то едином стиле. Да, всегда мы смотрим наши крупные, ну, скажем, изысканно оформленные города. Ну, естественно, мы понимаем, что там бюджет немножечко... Несколько раз больше там, чем у города Кирова. Поэтому, во-первых, и сама администрация, и выделенные средства будут иллюминации. И, опять же, возвращаемся к предпринимателям. Поэтому мы рекомендуем и просим различной формы собственности, но я только за сферу предприятий торговли, именно отнестись, скажем так, патриотично и украсить свою входную группу, витрину, фасад. Также мы просим, согласно конкурсу, и внутри сделать украшения, нарядить праздничных продавцов, просим увеличить режим, ну, здесь не надо, наверное, режим работы магазинов в предпраздничные дни. Ну, они сами увеличат, мне кажется. Ну, то есть, закрываться попозже, да? Ну, да. В первую очередь, наверное. Открываться пораньше, наверное, не очень, а вот попозже. Ну, мы же рекомендуем, тоже, по-моему, где-то год назад или негатив у кого-то вызвал, что это вы там, что не заставляете бизнес работать. В смысле, негатив в ваш адрес пошел, да? Да, да, да. Что вы заставили. Мне кажется, они сами не против. Сразу могу сказать, что режим работы магазина, согласно законодательству, предприниматель выбирает самостоятельно. Много шума у нас там по поводу продажи алкогольной продукции. Почему 24 часа? К сожалению, по закону он должен работать, он выбирает режим работы самостоятельно. Вопрос опять другой, если закончить быстро про алкоголь. Но ведь алкоголь-то разрешен этим же, ну, другим федеральным федеральным, с 8 до 23. Да, все. Поэтому, ну... Ну, понятно. Понятно. Тут математика простейшая. Еще такой вопрос возникает. Смотрите, ну, сравнивать, например, там, большой торговый центр и маленький киоск в качестве, там, убранства, да? Как они в этом... И полноценного конкурента на награждение. Как они насчет награждения-то соревноваться будут? Или их по отдельным разведут категориям весовым? Да. В нашем постановлении есть номинации. И есть номинации также от размеров. Вот смотрите. Универмаги торговый центр и торговые комплексы. Предприятия розничной торговли. Продовольственными товарами. Не продовольственными. Не стационарными. Это все разное получается? Это разное. Это я перечисляю форматы, где мы будем подводить результаты. Предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания населения и гостиничного хозяйства. Ну, всевозможные прочные, химчистки, ремонты обуви и так далее. Да, вот могу сказать, что вот гостиница «Вятка», да, она уже оформила. И елочку уже, по-моему, поставила. Вот у меня есть данные. Сразу, конечно, крупный бизнес откликнулся. Гостиница «Вятка», «Зао Вятка ЦУМ», «ТЦ Глобус», «ТЦ Тайм» и «ТЦ Мегаполис». Они уже объемные конструкции поставили. Еще раз мы призываем всех предпринимателей откликнуться и творчески поработать, и украсить свои витрины, прилегающие территории, фасады. Давайте мы сейчас сделаем паузу. Мы эту тему не оставляем. Еще есть кое-что рассказать. Вот я смотрю ей в сообщение, которое на сайте городской администрации опубликовано. Есть еще по поводу чего вопроса задать. Александр Сидельников, начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации нашего города. Полторы минуты рекламы, и мы продолжим. Кировские предприятия, магазины начали подготовку к Новому году. В городе объявлен конкурс на лучшее праздничное оформление. Александр Сидельников, начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Кирова. Мы уже начали. Подробно уже много что осветили. Даты не озвучили, когда предприниматели, уважаемые, взяли на заметку. Каким образом поучаствовать в этом конкурсе? Хорошо, давайте поподробнее про конкурс. Значит, сам конкурс будет проходить с 20 по 26 декабря. То есть, сама оценка объектов, да? Немножко не так. То есть, это будет некий заявительный формат. То есть, мы просим предпринимателей оформить и написать письмо нам. И не просто письмо, а сказать, что я оформил, сделать какие-то снимки. И комиссия после этого, будет комиссия. Мы объедем заявленные. То есть, те, кто заявились, к тем вы следите. Ну понятно, заявительный характер такой. А заявки посылать нужно вам в потребительский рынок. На e-mail, да, видимо? А по времени-то когда уже? Может, они сейчас уже оформились? Можно и сейчас. Можно уже сейчас посылать, да? Но конкурс начнет с 20. А, собственно, будет с 20. Вот именно с 20 по 26 эту неделю. Мы будем, ну скажем так уж, даже кто не заявится, и с нашей точки зрения нам понравится оформление новогоднего. Если там ЦУМ не заявится, трудно мимо произведения. Что вы, ЦУМ да не заявится. Это уж, простите, жемчужина. Поэтому комиссия оценит. Мы подведем итоги. Ну и наградим лучших. Так. Присылать фото, соответственно, да. Можно нужно с указанием адреса, где то что происходит. Призы у нас исключительно грамоты. Поощрительные предусмотрены для добросовестных предпринимателей. Будут почетные грамоты. Почетные грамоты. Если, Александр Алексеевич, назвать традиционно точки, объекты, компании, которые добросовестно очень подходят к этому делу и ежегодно заявляются, и что-то новое придумывают, и побеждают, получают вот эти благодарственные письма. Можем сейчас их перечислить и поблагодарить за то, что они делают существенный вклад в новогоднее оформление города. Не готов. Давайте оставим интригу. Почему? А вдруг он кого-нибудь забудет? Да, да, да. Могу обидеть. Центральный универмаг-то уж, ну, как его не упомянуть. Да, могу сказать, тут центральный универмаг мне высказал, ну, скажем, ну, такое интересное замечание. Вы очень коротко подстрелили деревья вдоль Октябрьского проспекта. Мы бы гирлянды намного бы больше и длиннее сделали. И опять, это отношение бизнеса. То есть мы готовы оформить более красочно там, стремимся к этому. То есть и как раз я, скажем так, призываю всех отнестись к оформлению нашего города. Это немножко с душой, с творчеством, с выдумкой. Да, с выдумкой. И совсем не обязательно вкладывать какие-то средства. Видно же, да? Даже когда там сеть НТО, вы говорите, какой-то, да? Есть сети, которые хотя бы пустили светящуюся такую... Ну, бегущие огни, светодиодную ленту. Да, да, да. Тем более сейчас темное время суток с трех часов уже будет. И все эти ленточки очень даже хорошо воспринимаются и помогают даже светлее становиться. И уже украшает вот эту часть города, улицы. Это уже украшает. А кто непосредственно с 20 по 26 число будет выезжать? А судьи кто? Вы, разумеется. Представители потребительского рынка. Обязательно представители градостроительства, архитектуры. Вот мы переговорили, они говорят, как раз они принимали участие в разработке стандарта. Нам даже интересно. Теор управления соответственного района. Мы как без них. Они знают все, что у них творится. Должны, по крайней мере, знать. Да. На территории. Или узнают в ходе. Ну, вот это основные. Ну, естественно, мы иногда зовем еще каких-нибудь независимых экспертов, чтобы они высказали свою точку зрения. Ну, с точки зрения, наверное, художественного оформления. Вот такого. А у меня такое сразу предложение созрело. Может быть, какой-то еще внедрить в этот ежегодный конкурс приз зрительских симпатий. Потому что все важные люди-то оценивают из городской администрации в том числе. А вот спросить, а что покупателям непосредственно, а что посетителям нравится. Подумайте насчет этого. Может быть, в следующий год успею поведет. Вдруг приз зрительских симпатий. Точно так же по электронной почте будут вам писать там люди, как они к этому относятся. Хорошо. Хорошо. Хорошо, мы такую номинацию добавим. Подумать просто, можно ли это реализовать просто. Хочу акцентировать, что нам еще важно и внутреннее убранство. А, то есть вы еще заходить будете внутрь помещения, но внутри этих павильонов и торговых площадок. И вот здесь, опять же, почему я говорил об обоюдном движении, бизнесу приходится объяснять. Хотя они это знают лучше меня. Что в красочно оформленное и внутреннее убранство, и внешнее мне захочется зайти и сделать покупку. А у вас увеличатся продажи. То есть, ну, вроде бы все понятно. Ну, и еще главное не переборщить, наверное, тут, да? До такой степени украсить, что это там нарушать нормы какие-нибудь будут противопожарные. Потому что когда слишком много, то здесь еще страшно, наоборот. Везде все горит и светит. Семь минут у нас еще есть на общение. Давайте новогоднюю тематику продолжим. Понятно, сейчас такой период. Темп жизни, да, он ускоряется накануне Нового года. И мы все бегаем, покупки будем осуществлять, подарки покупать и так далее, и тому подобное. Вот, в частности, вопросы, связанные с приобретением пиротехники, да? Нас интересуют. Потому что все начнет скоро все бухать и взрываться. Все прекрасно мы знаем и видим, что зачастую появляются эти торговые точки, вот они буквально существуют. Они не зачастую, они появляются в массовом порядке на каждом углу практически. Да, они несколько недель вот существуют, и потом все, сразу после Нового года уже закрываются. Они как бабочки чуть-чуть пролетают, и все, в основах нет. Да, стоит напомнить, что требования к продаже пиротехнических изделий, они достаточно серьезные. Они серьезные. И обоснованные, потому что штука-то опасная. Безусловно. Извините, но масса примеров у нас в стране, когда где-то внезапные так далее. У каждого в личной жизни такие примеры есть практически. Да, давайте напомним. Как себя и покупателям вести, и людям, которые решили, собственно. Хорошо, давайте я напомню. Основные требования. Во-первых, запрещается продавать пиротехническую продукцию детям до 16 лет. До 16? До 16. До 16. А почему же все тогда они ходят, младше 16 лет, и бахают, и бросают эти петарды? Потому что они говорят, дяденька. Дяденька, купи. Вот здесь как раз бизнесу я хотел бы еще раз напомнить. Есть правило, почитайте внимательно, что нельзя, чтобы не пострадать, не получить штраф. И ответственность за это, если ты продал покупателю, которому не исполнилось 16 лет, то ты нагоняй и получишь. Да. Второе, значит, естественно, должен быть сертификат, не должно быть порчи упаковки, и должны быть инструкции, как это применять, где нельзя торговать. Нельзя продавать в жилых зданиях, в зданиях вокзалов, на платформах железнодорожных станций, ну, то есть на перроне, в уличных переходах, на производственных объектах. Если дальше переходить к торговым центрам, именно, мы же понимаем, что, как правило, эти точки у нас... Там поэтажности есть, насколько помню, требования. Да, да. Если здание выше двух этажей, то только на верхних этажах должны быть организованы, и если это магазины самообслуживания, должны быть специализированные секции. Это вот основные требования. То есть отдельно огорожены, это должны быть обозначены. Специализированы. Понятно, почему такие ограничения. Там нетушители должны присутствовать на всякий случай. Понятно, почему на верхних этажах. На верхних этажах и не должны примыкать к эвакуационным выходам. Чтобы был открыт доступный. Также не должны располагаться ближе 0,5 метров к нагревательным приборам. К нагревательным? Да. Я так понимаю, что даже к батарее. Нагревательный прибор. Температура 50-60 градусов. Ну вот основные требования, кому нельзя продавать, и что должны соблюдать предприниматели при организации своих точек. А с точки зрения потребителя, покупателя сейчас вот можем пояснить? Где лучше покупать? Потому что они сейчас появятся везде. Их будет больше, чем летом. Ну, мой совет, смотрите сертификат. Не берите непроверенную продукцию. Покупатель в любом случае может попросить. А есть ли у вас документы, на что вы продаете? Соответствуют ли требованиям безопасности, нормам прочим и так далее? Соответственно, опять же, проверить, чтобы была целая упаковка. Чтобы была инструкция. Это тоже покупатель может все проверить. Конечно, обязательно, обязательно не рискуйте. У всех, наверное, бывали случаи, когда мы ставим этот салют, подожгли, а он не взлетел. А он не взлетел. И что делать? Он взлетел тогда, когда к нему подошли проверить. Вот тогда он взлетел. Такое было, конечно. Страшно довольно-таки. Поэтому, а если это еще, ну не знаю, левая какая-то продукция, либо с нарушенной упаковкой, там риск просто возрастает. А с точки зрения закона, вот еще какой вопрос интересует. Ну, не секрет, что у нас формат торговли и пиротехника, это, извините, будка. Вот такая небольшая... Дай бог, если будка, а не ящик просто. Да, дай бог, если будка. Вот это все соответствует нормам? Ну, запрета торговать, опять же, давайте там по правильным, в нестационарных торговых объектах запрета торговать нет. Запрета прямого нет. То есть это, в общем-то, соответствует предъявляемым требованиям. Хорошо, если уже отходить от пиротехники и вспомнить, что вот этот предновогодний ажиотаж сейчас и... Вообще, учащаются ли, судя по вашему опыту, случаи, когда людям некачественную продукцию накануне Нового года? Просто продавцы, возможно, считают, что сейчас народ купит, что и залежало там уже. У вас же есть опыт, видно же по годам-то, как к концу года оно возрастает. Нет вот этого числа жалоба. Число нарушений, может быть, возникает. Ну, естественно, нам приходят жалобы, различные жалобы. И на обсчет, обвес, некачественную продукцию. Могу сказать, что какой-то тенденции к Новому году возрастания жалоб ее нет. Нет, да? Нет. То есть те, кто нарушали и до Нового года, а те, кто не нарушали, и в Новый год не нарушают. Те, кто нарушает, у тех, извините, уж опять за несовременная стратегия развития своего бизнеса на обман, ну, она приводит, к сожалению, к тому, что потребитель не покупает эту продукцию. Я бы хотел про проелочные базары. Давайте, давайте. Тоже они вот-вот начнут работать. Да, значит, с 20 декабря по 31 декабря планируется организация елочных базаров. Еще раз напомню, что у нас создана схема размещения елочных базаров. Мы запрашиваем теоруправления, где они считают нужным и возможным. Дальше... Ну, у нас, в принципе, год от года они... В этом году, я слышал, одинаково больше будет, да? Ну, вот, по-моему, АЦМ, я-то сам прочитал, честно сказать, в средств массовой информации, что добавилось одно место у ДК АЦМ. Ну, вот давайте перечислю. Давайте. Значит, юго-западный угол пересечения Воровского и Екатерины Кочкиной, улица Горького и Калинина у входа в парк имени Сергея Мироновича Кирова, юго-восточный угол пересечения Щерса и Пугачева сквер. Так. Сквер у Авитек, сквер Авитек, ну, на Филике, как мы ее называем. Лепся-3, да? Лепся-3, это площадь. Площадь не лечится, площадь. Да, сквер как раз... Да-да-да, вот там скверик такой есть. Рядом с магазином Глобус опять. Московская в районе дома номер 149, но это конечная Московская. Да-да-да. Октябрьский проспект 31. Это что, это не ОДНТ, случайно? Где-то в том районе, по-моему. Нечетная сторона. Сейчас не скажу. Простите, если мы точно не можем сейчас сказать. Ну, и пошли у нас отдаленные Павла Кольчагина 215, Баумана 5, Ленина 102Б. Это филармония. 102Б филармония. Это филармония. Ну, и насколько я знаю, на рынках будут, на Октябрьском и на Санкт-Петербурге. Конечно. Там уже традиционно каждый год. Вот площадки. То есть площадок довольно много. Еще раз хочу напомнить предпринимателям, которые хотят продавать елочки, обязательно документы, где вы взяли елки. Сертификат, у вас будет договор там на заготовку, либо с организацией, которая заготавливает. Ну, и здесь мое понимание, что с одной стороны мы в лесном краю, но почему-то всем хочется заготавливать рядом с городами, в наших парковых зонах. Ну, где ближе, да. Не смешно. Да, ну, это очень не смешно. Почему мы, все-таки это так называемый молодой подросток, пожалуйста, там, ну, пройти километров 50 от города, где там какие-нибудь новые посадки, есть договоренность с лесниками, там есть у них свои рубки ухода, и, пожалуйста, там заготовьте и привезите в город эту продукцию. Ну, а покупатели, естественно, могут и, опять-таки, потребовать документы, да, что с разрешения, собственно, елочки сюда привезены. И в каждом конкретном случае купли-продажи потребовать еще и чек. Чек, обязательно. Выпишите мне, пожалуйста. Потому что не пойдешь с елкой по городу без чеков. Да, это может быть срокой отчетности. Полиция может остановить и проверить, да, не срубили ли. Спасибо большое за эту информацию. Александр Сидельников, начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации нашего города. На этом программа «Мужской понедельник» завершается. Николай Николиков. Владимир Сметалин. Всего доброго. Через 20 минут программа «Особое мнение». Слушайте, сегодня особое мнение Андрея Вавилова. Андрей Вавилова, председателя регионального отделения общественной организации «Опора России». Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»